Вот сейчас объектом моей съемки будет часть проспекта Победы, вот начиная вот от памятника Кутузову Михаилу Илларионовичу, вот который стоит вот на этой стрелке, где проспект Победы, вот который сейчас вот здесь перед камерой, пересекается с улицей Кутузова. Вот тут такой треугольничек, вот начиная с этой стрелочки я и пойду по той стороне улицы, чтобы там раньше был Кинотеатр Победы, где сейчас магазин семья, памятник Кутузову. Трамвайные пути не действуют, загажены Раньше сюда ходила четверка и единица, если я не ошибаюсь, трамвай Тут много немецких домов, основная масса домов немецкие, вот, но пока тут я на ту сторону перейти не могу из-за машин, просто поэтому Вот здесь вот управление налоговой службы Брусчатка В этом районе брусчатки много Это, собственно говоря, называется, уже не знаю, как сейчас называется, но это Октябрьский район бывший Может быть и нынешний Сейчас кто-то соединили Ленинградский с Московским Московский с Балтийским, а Октябрьский могли соединить с Центральным Я уже боюсь загадывать что-либо Так что будем идти и просто смотреть на те дома, которые здесь расположены В основном это немецкие дома Часть домов не отреставрирована, типа вот этого Часть отреставрирована частично, просто отремонтирована А часть, скажем так, превращена в совершенно другой вид Коробка, внешняя часть глобально реконструирована И может быть и внутренняя часть, но это уже другой момент Надо пройти и заходить в заречку Там-то цепенчиком пройдет Надеюсь, уложится 29 минут И заряд аккумуляторной батарейки Вот такой дом Деревья тут вот эти вот большие Это еще до военной посадки Ну вот видите, вот этот дом, тут уже фасад ремонтируется Плитка уложена частично, первый этаж, а второй, третий Он как был, так и остался Такой Исконный Тут заборчики отремонтированы Вот эти столбики стояли или не стояли, я не знаю Но скорее всего стояли в изначальном состоянии Вообще народ тут так, кто хорошо постарался Домики получились очень красивые Симпатичные, аккуратные Вот тот дом, он частично отремонтирован Этот тоже Это дорога Сейчас я иду в центр города А если я шел бы в противоположную сторону Это дорога на Балтийск На поселок Космодемянский Сначала Потом Ижевская Приморск Я не называю все населенные пункты Которые там есть Ну в общем Балтийское направление Ну вот этим домом Мало занимались Полуобщага такая на вид Хотя там Отдельные квартиры должны быть Вот это уже Новостройка Медицинский центр Те районы немецкие Они как правило Все зеленые Вот такие вот Как аллеи Улицы больше на аллеи похожи Чем на просто так сказать Тупые дома с дорогой Вот этим Кёнигсберг отличался И в общем-то Калининград Традицию перенял Это правильно Наверное традиция Вот здесь вот Такой сквер Это вот Такие скверы здесь есть Периодически Я сейчас там вот Памятник находится Стоит Какому-то Литовскому поэту По-моему Или литератору Или философу Не могу сказать И вот здесь где-то находится Литовское консульство Поскольку мы С литвой соседи Вот Поэтому многие вопросы Приходится решать Как непосредственно здесь Вот И в Калининграде Вот есть консульство Литвы Потом консульство Польши И Как бы объединенное консульство Скандинавских Государств Вот Это вот Кирха Кирха Немецкое Да Но В ней находится Научно-исследовательский институт Сейчас я подойду к бирочке Посмотрю Покажу Сейчас проспект Победы Дом 41 Вот Я в принципе тут снимал Когда ходил Вот это по-моему Каштановая аллея Сейчас я на нее свернул Или Сейчас я посмотрю Что это за улица Если есть Есть название Ладно Вот такая тут кирха Солнце светит Не очень удачно Вот Институт Земного магнетизма Ионосферы И распространение Радиовыми Пушкова Да Каштановая аллея Вот Ну я снимал ее На один из роликов Посвященный Каштановой аллее Поэтому Сейчас останавливаться не буду Пойду дальше Вот это Вот это вот Каштановая аллея Она Каштановая Одна из самых Длинных улиц Города Калининграда Она такая Здоровущая Здоровущая Вот По ней Идти Может быть даже Не один час Нужно В ту сторону Которую я показал Она спускается К реке К прегелю Или к приголе Как ее называют На русский лад Так Это у нас Если не ошибаюсь Улица Дмитрия Донского Здесь начинается Или заканчивается Точнее Это уже Улица Донского Да Спасибо Ну да Вот тут идет Развилка Вот Проспект Победа идет туда А туда идет Улица Донского Которая огибает Городской парк Культуры и отдыха Нам его огибать не нужно Вот так вот Если не знаешь Можно Свернуть И там Идти И оказаться Не в том месте Один раз У меня Кстати на этой развилке Так и было Пошел вроде как По проспекту Победы Держался правой стороны И додержался До того что Попал с тыловой стороны Парка Вот проспект Победы Продолжается Вот эти дома Уже Что-то не очень На немецкий этот дом похож Не знаю почему Тут Как-то он сделан Плитами какими А это Не характерно было Такая облицовка Для немецких домов Хотя может быть Какое-нибудь Другое направление Архитектурное В Калининграде В основном Дома кирпичные Облицовка Может быть Это Чисто Искусственное Так-то Судя по подвалам Если смотреть На наличие Вот этих подвалов То это Немецкий дом Звук Субтитры создавал DimaTorzok Вот тут что-то делают, модернизируют жилье Вон дом симпатичный стоит Гараж, преобразованный в магазин Вот тут дом за деревьями, симпатичный Потом его не видно, к сожалению Так, это вот маленький домик, такой одноподъездный Ну, наверняка тут могут быть две квартиры, допустим, или три даже Вот тут дом проявляется Там такая чертань, но это не только любители будут его там рассматривать Смотреть, насколько он красивый Я даю общую картину Детский садик Вот тут еще одна улица заворачивает вправо Какая-то Не знаю, я иду без карты Все улицы Не запоминаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Часть домов тут, как бы, это обреки, ну, открыта растительностью Ну, в принципе, это правильно Если бы здесь была просто архитектурная выставка, то это одно Тут вот люди живут И лучше жить, наверное, когда дом окружен деревьями Вот эти вот дома могут вполне отремонтированы внутри И выглядеть хорошо Снаружи они там всем Это немножко другой ремонт Так что даже некоторые дома С облупленным видом Они могут иметь вот это вот Немецкое еще И калитка, и столбы Тоже То есть стройка, это уже наша Верхняя Фух Фух Ну, это же такая венецъем, когда достаточно бестолковая Вот Но она дает общую картину просто На настоящий момент Вот, допустим, в настоящий момент Тротуар выглядит вот так вот Заборчик выглядит вот так вот Дома вот эти облупленные выглядят Тоже соответствующим образом Вот Но поскольку город Постоянно обновляется Тут руки постепенно доходят Людей и властей До всех зданий Вот Так что объективно Что все это Со временем Поменяет свой вид И будет выглядеть По-другому Вот Поэтому я снимаю В общем-то Даже Даже Там не красоты города А о том, как он выглядит Простут В данный момент съемки А я все равно Конечно, эти калитки все Бесхозные Были Относительно длительное время Вот В СССР ими Никто не занимался Властями тоже не занимались Ну а жильцов Я не знаю Наверное, кто как Тут Ну основная масса жильцов Конечно Больше заботилась О собственных квартирах Вот Нежели О, а дворами, кстати Беспокоилась Как правило Люди нормальные Дворики Содержали в чистоте И с цветами А вот что касается Заборов Ну то тут Наверное И нельзя было Не сносить Не переоборудовать Да и не на что Наверное То есть тут есть Объективный фактор Вот И субъективный фактор Почему вот эти вот заборы До сих пор В таком виде Их не отремонтировали И не снесли В общем раздолбанное тут Тротуар Достаточно Но дома тут Симпатичные И тут квартиры хорошие Вот в этих таких домах Высокие потолки Как правило Немцев Низкопотолочных Домов мало Вот видно Частным двориком Начали заниматься Что-то строить Хотя сам дом Еще достаточно Такой Безобразно Старенький Но сделают А разот Занялись Строематериалы Инструменты Вот это вот Хороший дом Какие Окна широкие Тут вероятно Что птичь Может быть Тут больница Какая-то находится Вот это вот Ну не знаю Это вот Очень похоже Просто на новостройку Этот дом Очень похоже На новостройку Может быть Часть дома Там была Использована Как старого Но Скорее всего Это был дом Заново построен Это уже дом 9 То есть Я уже Немецкий дом Это вот По форме окон Видно Они такие У них Немцы в домах Вытянутые Вытянутые Высокие окна Не очень широкие Вот Тут большую часть Места занимает Стена Нежели окно Вот У них такая Была традиция Чем это Обусловлено Не знаю Ну наверное Теплообменом Между окружающей Средой И домом Чтобы В домах Не было Сильно холодно Когда На улице Скажем так Не лето Вот Вот здесь Что-то Разрушили Вот Я там Снимал Простой Победа И Вот если Как говорят Поднять Свои старые Видео Там посмотреть Наверняка Вот здесь Были какие-то Постройки Которые Сейчас Снесли И загородили Забором И там Что-то Строят Наверное Будут что-то Строить Большое Скорее всего По полной Использовать Площадь Как ширину Так и высоту Так и высоту Легендарный цирк Юрия Никулина приезжает впервые 30 сентября-ноября до 6 ноября на стадионе «Балочка» Щелкунчик Литвы Вот это вот здание за забором Это дом художника Ну вот это вот дом уже явно нашей постройки Вот я этот дом тоже снимал Во дворик заходил Ну вот сейчас вот проспект Победы подходит к своему концу Это с моей стороны, если смотреть, а так тут его начало Сейчас так вот засниму Сам дом художника Немножко Вот так вот пройдусь Поскольку он входит в состав улицы проспекта Победы Вот он Такой Достаточно симпатичный, продвинутый Вот А затем Ну и там находится Магазин Всего не снесли, посмотрим Который продается в краске Такой для Людей искусстводомик Вот он Ультра Ультрамарин Что ли Да Магазин Ультрамарин Вот это вот такая Пристроечка Желтая Вот Тут еще Арт Багеты продаются Для картин В общем Уголок для Людей изобразительного искусства А здесь вот Вот этот Это кирха В которой находится Театр Кукол А кирха Скажем так Прикладбищенская Кирха Королевы Луизы Вот На месте Ну там где сейчас находится парк Отдыха Там было Немецкое кладбище Ну это у нас такая вот Традиция Устраивать парки На погостах Плохая традиция Наверное Сейчас я дойду До входа в парк И С чем Как раз у меня тут Объективно Закончится Вот это Я снимал Ходил Хоть авторство свое Обозначил Немножечко На всякий случай Вот это Кирха Королевы Луизы Тут вот пятачок Такой Настройки Всякие Развлекаловки Ну вот сейчас это Наш областной театр Кукол Дети сюда ходят На представления А до этого Здесь был просто склад Инвентаря вот этого детского Велосипеды Там Вот эти машины Там Машинки Когда дети приходят Там Родители Там арендуют Что-то Велосипеды 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 Вот он, городской центральный парк. Петровский балаган, 16-й.